Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 18. Вопрос 3192. На прошлом занятии вы рассказали о поведении канонизированного митрополита Иосифа Петроградского, что он не может служить примером поведения на допросах. А кого-нибудь из его современников и даже проходящих по его делу можно ли взять в пример, согласно того, что известно из настоящих архивов? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Про многих героев веры мы никогда не узнаем, ибо с пеплом сожженных ответов на допросах уходили и души допрошенных, как пишет Солженица. Но для наглядности можно ознакомиться с одним из допросов героя веры, хотя и тут видно, что не в евангельском духе трудится сей патриот России. О проповеди Евангелия нет ни слова. А отвечал же смело относительно власти, зная, что ему за это будет отмерено от людоедов. Из протокола допроса священника Павла Арсеньевича Боротинского от 28 декабря 1931 года. Моя идеология отношения к существующему строю наиболее подробно изложена мною в моей брошюре «Небольшом труде без названия». Окончил этот труд я в 1927 или 1928 году. Помню, что это было в день памяти 40 мучеников севастийских. Почему и сделана мной в конце брошюра соответствующая отметка. Приступил я к составлению этой брошюры после воззвания митрополита Сергия, призывавшего к полной солидарности со властью формула «Ваша радость, наша радость» и тому подобное, вследствие чего этой деятельности митрополита Сергия уделено в брошюре достаточного внимания. Привожу отдельные выдержки из этой брошюры. Первое. В течение вот уже 10 лет ни один из православных русских архиереев не дерзнул разобрать больной для всех вопрос о взаимоотношениях между церковью и нынешней гражданской властью с точки зрения нравоучения православной церкви. Церковь должна быть аполитична, но только тогда, когда будет жить в пустыне, доколе же она живет в государстве, аполитичной она быть не может, и вопрос о взаимоотношениях между церковью и государством оставаться открытым не может, а раз так, то нужно ставить вопрос ребром, можно ли христианину признавать так называемую соввласть. Решение этого вопроса весьма затемняется тем, что мы отождествляем понятие признания власти с понятием о повиновении власти, тогда как эти понятия далеко не тождественные. Когда мы попадаем в плен к разбойникам, мы повинуемся им, если нас заставляют мыть полы, встряпать и тому подобное, поскольку их требования не идут в разрез с христианской совестью. Но это отнюдь не значит, что исполняя эти требования, мы считаем себя членами их шайки или признаем их, то есть те задачи и цели, к которым направлена их деятельность, это не значит, что их радости и успехи мы признаем за свои. Признавать власть значит солидаризироваться с нею и оправдывать те задачи и цели, к достижению которых она стремится как таковая, и считать противление ей, противлением самому Богу, в Римлянам 13.2. Солидаризироваться это, конечно, не всегда распространяется на практические способы их осуществления. Теперь, когда карты большевиков раскрыты, и ими самими и некоторыми исследователями, едва ли можно оспаривать, что сравнение их с шайкой разбойников является лишь слабым подобием печальной действительности, что эпитет разбойника в отношении идеологии, способов осуществления и происхождения большевистской власти является слишком мягким, что гораздо ближе к истине было бы характеризовать их как сатанистов, как и предполагалось на соборе 1917-1918 гг. Проводя параллель между соввластью и шайкой разбойников, мы легко уясняем себе, что повиновение им допустимо под влиянием насилия в пределах заповеди повиноваться подобает Богу более, нежели человекам. Признание же их и добровольное служение им во всех видах совершенно недопустимо, как недопустимо признание и служение добровольное, конечно, разбойникам. Тем чудовищнее представляется признание соввластию от Бога со стороны нашего епископа. Подобно этому, хотя апостол и говорит, что нет власти не от Бога, но из этого не следует заключать о приложимости этих слов к соввласти. Таким образом, по разуму святых отцов, апостол Павел относит к Богу происхождение лишь института власти, который имеет добрые цели и задачи. Власть же, имеющая какие-либо худые виды, по мысли Златоустова, не от Бога. Государственная власть от Бога, пастырство от Бога, но не всякий пастырь от Бога. Что эти слова не приложены к соввласти, видно из того, что основные задачи и цели, к осуществлению которых стремится соввласть, уничтожение религии и насаждение анархии, таковы, что всякий христианин обречен на борьбу с ними и, творя сии благое, ждать должен не похвалы, амича. Если пастырь будет, исполняя пастырский долг, объяснять посолам, что гражданский брак с христианской точки зрения есть блуд, а аборты – убийства, или если же он будет удерживать их воспитание детей в безбожных филантропических учреждениях, детских домах, то за это он, конечно, не похвалу получит. Второе. Религия есть опиум для народа, центр всей философии научного марксизма и все последователи его первой своей обязанностью считают не только отступление от Бога, но борьбу против него. Союз безбожников, море антирелигиозной литературы, наводняющей большевистское царство, не выдумка, а яд – действия которого могут видеть без антирелигиозной борьбы, немыслимо даже существование соввласти. Отвергая даже идею всякой власти и имея целью похищения божеской и человеческой власти, большевистское законодательство все пропитано классовой ненавистью, направленной в сторону насаждения анархических начал, как в области международного государственного права, так и в области гражданских взаимоотношений в нем. Кодекс уголовный возводит в степень важнейшего государственного преступления всякое действие, направленное в сторону борьбы против начала безбожия и анархизма, карая этим преступления со всей строгостью и беспощадностью. Поэтому сов-власть и является в собственном смысле и единственной на протяжении всей мировой истории противницей и разрушительницей Богом установленной власти и потому самому не может происходить от Бога, ибо Бог себе самому противиться не станет и говорить после этого о происхождении сов-власти от Бога это все равно что утверждать и говорить нет блудника пьяницы убийцы как только от Бога так как в смысле попущения и они от Бога но если таковое выражение недопустимо как явно кощунственное то в отношении большевиков оно тем более недопустимо чем больше разница между убийцей пьяницей и блудником с одной стороны и сатанистом анархистом и богоборцем с другой третье может ли быть христианин участником будущей войны когда знает что целью ее является защита завоевания революции то есть сатанизма конечно нет христианин не может себя считать даже гражданином советского сатанинского государства все в чем он повинуется совласти он делает не за совесть а за страх исключительно как пленник если идеологически мы враги друг другу то такими останемся и при осуществлении каждой стороной своей идеологии если под лояльностью разуметь лишь то что мы не выступаем с оружием в руках против совласти то мы в этом случае то мы в этом случае не можем быть лояльными плох тот христианин который не молится о скорейшем неспровержении этого мерзкого и богохульнейшего нового сатанинского царства четвертое вопрос об отношении к большевизму есть такой вопрос который имеет значение не только для христианства но и для нехристианского мира и следовательно является по преимуществу вселенским ибо всем государствам мира впервые на протяжении всей мировой истории пришлось встретиться с учением которое стремится подорвать религиозные и гражданские основы чтобы избежать смерти от большевистской инфекции было бы лучшим следование указанием патриаршего послания анафематствования советской власти от 19 января 1918 года и постановлением собора от 22 января 1918 года в начале 1928 года точно не помню когда именно это было мне стало известно о так называемой ярославской оппозиции группы архиереев по отношению к митрополиту Сергию Ярославский Агафангел и Евгений Кабаранов митрополит Иосиф назначены впоследствии на ленинградскую кафедру Серафим Углицкий пятого не помню осуждавший митрополита Сергия за его декларативную лояльную деятельность по отношению к сов власти и почти одновременно я узнал об образовании новой церковной ориентации ленинградского духовенства во главе с митрополитом Иосифом и епископом Гдовским Дмитрием Любимовым не помню точно каким путем от кого именно но я получил от паломников Саровской пустыни обращения ярославской ярославской оппозиции и упомянутого епископа Дмитрия любимого об организации самостоятельной иосифовской ориентации между этими обращениями была полная аналогия то и другое вызваны одной причиной лояльными декларациями митрополита Сергия поскольку эта линия поведения в частности митрополита Иосифа и епископа Дмитрия любимого до известной степени совпадала с моей идеологией я поехал в Ленинград для выяснения полной платформы иосифовской ориентации имея намерение в случае совпадения идеологии присоединиться к иосифовцам в Ленинграде я был летом 1928 года и имел разговор с епископом Дмитрием любимым и профессором Андреевым Феодором оказалось что о моей идеологии они знали до моего приезда к ним так как кто-то из паломников бывших у меня в Девеево списал копию с моей брошюры и передал им речь идет о брошюре некоторые из пунктов которые изложены выше для простоты изложения буду называть ее в дальнейшем отношение к совласти отношение к советской власти с точки зрения православного нравоучения разговор имел совершенно откровенный характер это была игра в открытую Андреев и Дмитрий в основном согласились с моей платформой однако я их обвинял в том что они не ставят вопрос об отношении к советской власти прямо тушуя его употреблением слова лояльность что они должны были вы свое разоблачение начать не с митрополита Сергия а с патриарха Тихона и его заместителя митрополита Петра Крутицкого по существу первых начинателей лояльного отношения к сов власти а не молчать об этом и больше того признавать руководителем православной русской церкви Крутицкого что было мною установлено в разговоре с ними по этим вопросам я с ними разошелся и независимо от моего предположения что они из тактических соображений не провозглашают открыто платформу совпадающую в основном как я выше уже сказал с моей платформой и стремление потерять легальность на первых порах своей организационной деятельности я все же счел мои расхождения принципиальными они больше ссылались на авторитет митрополита Иосифа и его платформу но с последним мне представился случай разговаривать несмотря на то что такое желание у меня было они больше ссылались на авторитет митрополита Иосифа и его платформу но с последним мне не представился случай разговаривать несмотря на то что такое желание у меня было имея ориентировку на эмигрировавшего в заграницу митрополита Антония Храповицкого и желая узнать новости о последних его проявлениях в эмиграции с Андреевым и Демидрием я также разговаривал и о нем то есть о Храповицком насколько мне помнится собеседники отнеслись пренебрежительно к деятельности Храповицкого по мотивам какого-то неправильного его учения об одном из православных догматов в котором они усматривали даже ересь о политической деятельности Храповицкого вопрос как будто нами не обсуждался так как в то время его линия не была еще известна разговор с Андреевым и Димитрием Любимовым происходил если не ошибаюсь на квартире последнего причем других присутствующих при этом не было в Ленинграде я пробыл одни сутки останавливался по адресу полученному ранее от кого-то из паломников в Дивеево адреса сейчас не помню помню только что квартира хозяйка женщина пожилая бывавшая в паломничестве в Дивеево несколько позднее я получил в Дивеево от одного из паломников обращения митрополита Антония Храповицкого из-за границы которая в своей политической идеологической части полностью совпадает с моей платформой не совпадает только отношение к митрополиту Крутицкому которого Храповицкий считает законным местоблюстителем православной церкви но это видимо мнение у него составилось из-за недостаточной информации о действительной роли Крутицкого из паломнических источников знаю что профессор Иосиф относился одобрительно к имяславцам гнездо которых было на Северном Кавказе больше о нем ничего не слышал не помню разговаривал ли с профессором Новоселовым проживающим в Москве но знаю что он разделяет Иосифовскую платформу но источников об этом не помню со своим братом старшим Евгением проживающим в данное время в Финляндии город Ваза переписывался до последнего времени в письмах я пытался информировать его о действительном положении церкви в России то есть о появлении обновления о перемене линии патриарха Тихона не отрицаю возможно что в этих письмах в первых писал о взаимоотношениях церкви с государством в разрезе своей идеологии употребляю слово пытался потому что не уверен что такие письма доходили до адресата из информации брата я понял что в Финляндии дело со взаимоотношениями церкви с государством обстоит лучше так как правительство там соблюдает декрет о свободе совести и не вмешивается в церковные дела чего разумеется нельзя сказать про советское государство живя в Дивеево я начиная с 1922 года до последнего времени в храмах не служил по мотивам изложенным мною выше то есть отрицательного отношения к официальной церкви служил у себя в доме для себя родственников и тех знакомых которые приходили в то время ко мне ко мне в дом до ликвидации монастыря и после заходило много паломников многие приносили мне различные листовки и брошюры часть которых оставалась у меня для ознакомления таким образом мною было получено упомянутое обращение митрополита Антония Храповицкого приходилось с паломниками обсуждать те или иные листовки паломники задавали вопросы и чаще всего такие а можно ли служить у советской власти б можно ли работать в праздничные дни в можно ли участвовать в релевационных демонстрациях и тому подобное на все эти вопросы мною давались ответы и пояснения исходя из моей идеологии то есть отрицательные имевшиеся у меня листовки я давал списывать паломникам в том числе и брошюру отношения к сов власти с точки зрения православного драучения обращения Антония Храповицкого и другие помню что моим братом Николаем была написана брошюра тайна семи ассирийских церквей содержание которое сводится к доказательству о том что седьмая церковь это церковь настоящая то есть при советском государстве в период церковно-государственной анархии и наконец что существующее время последнее после чего наступит конец мира с другой стороны брошюра критикует научный марксизм Арсений Жадановский епископ Серпуховский Серпуховской викарий московской епископ и видимо относился отрицательно к официальным церквам служил на дому но вместе с тем я знаю что верующим он разрешал ходить в сергиевские церкви Боротинский допросил уполномоченный 3-го отделения СПО ППО ГПУ СВК подпись Барташевич архив управления ФСБ РФ по Самарской области фонд архивно-следственных дел ДП 17773 Т4 Л207-210 примечание Боротинский Павел Арсеньевич родился в 1887 году в городе Гавасткус Финляндия окончил Петроградскую духовную семинарию принял сам священника в 1918 году переехал в село Дивеево до августа 1922 года служил в храме Дивеевского женского монастыря Арзамасского района Нижегородского края в 1927 году отделился от митрополита Сергия Острогородского продолжал служение тайно поддерживал связь с ленинградскими и самарскими иосифлянами арестован близ Дивеева 29 ноября 1931 года проходил по делу самарских непоминающих а затем Всесоюзного Центра Истинное Православие 14 июля 1932 года приговорен коллегии ОГПУ к 10 годам лагерей отбывал Беломор Балтлак постановлением коллегии ОГПУ от 22 февраля 1933 года из лагеря освобожден и выслан в Северный край на оставшийся срок по дороге в ссылку бежал скрывался у монахинь Б. Дивеевского монастыря продолжая тайное служение арестован 3 февраля 1938 года перевезен в Москву 15 сентября 1938 года военной коллегии Верховного Суда СССР приговорен к высшей мере наказания в тот же день расстрелян похоронен в Бутово данный документ представляет собой интерес как подлинные окаты марта 20-го столетия имеется ввиду катехизис митрополита Антония Храповицкого где он выдвинул ряд новых тезисов об искуплении основавшихся на внутреннем смысле гефсиманской паче естественной молитвы Бога Учение было официально осуждено Московской Патриархией после обстоятельного изучения при участии митрополита Елиферия и епископа Вениамина Фетченкова Между тем в 1925 году митрополит Евлогий с одобрения Священного Синода предложил заменить в школах катехизис митрополита Филарета Дроздова катехизиса митрополита Антония Лосев Алексей Федорович 1983-1988 годы жизни 95 лет прожил выдающийся 1893-1988 годы жизни 95 выдающийся русский философ специалист по античному периоду в своих трудах проводил апологию учения имя славцев осужденного Святейшим Синодом РПЦ в начале нынешнего столетия 1 Петра 2 21 ибо вы к тому призваны потому что и Христос пострадал за нас оставив нам пример дамы мы шли по следам его Иуды 1 7 8 как Содом и Гоморра и окрестные города подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью подвергшись казни огня вечного поставлены в пример так точно будет и с 7 и с 7 мечтателями 2 Маковейская 6 28 а юным оставляю добрый пример охотно и доблестно принимать смерть за досточтимые и святые законы сказав это он тотчас пошел на мучение 1 Маковейская 6 45 и смело побеждал к нему в середину отряда поражая направо и налево и расступались от него и в ту и в другую сторону иудив 16 10 персы ужаснулись отваги ее и медяне растерялись от смелости ее два варианта предлагают нам и выбор сделать надлежит и немедля вода и хлеб ворвавшимся врагам сорвавшим двери заржавевших петель конечно трудно нам вообразить что станется со мною что станется со мной с моей семьей какой плененному готовится транзит от горя в Вавилоне не ослепнем но если бы евангельский закон был принят нами добровольно сердцем сражались бы молитвой и постом не злобой сатанинской дикой мерзкой не надо бы учиться воевать с сыном и внуком павшего Адама тогда не свирепел бы газоват не наседало бы на нас отродье хама познали бы окрестные народы что с нами Бог великий Иегова при слове мир Христов нас не коробит положены слова Христа в основу два варианта но избрать один чего уж проще а не только просто но вышибали только клином клин и место примирения на погосте кто руку поднял первые на голову не человека но дракона змея в конце потопа виден на плаву и на такого изверг не посмеет набраться мужества и выбором раздвинуть экрана два с проглядом на финал священника избрать или раввина к обрядам или к истине пристал писанием молитвой и советом нам высветит нужнейший вариант по да и нет ударим мы дуплетом из капища чтоб тело превратилось в храм 3 сентября 2006 года Игнатий Лапкин 2 сентября 2 сентября